Ну что, новый выпуск книжных покупок? Всего у меня 11 новых книг, и я думаю, это последние книжные покупки на достаточно долгий промежуток времени, потому что у меня всё-таки есть ещё и электронная книга, ещё и на ней есть домики. То есть, почитать мне точно есть что, поэтому пока что, наверное, до весны я постараюсь ничего не покупать. Так что давайте сейчас поговорим о моих книжных покупках и начнём с классики. Первая книжка — это «Сомерсет Моэм» Лиза из «Ламбита». Я не читала ничего Моэма и решила начать знакомство с этим автором с небольшой книжечки. Она прям вся маленькая, знаете, 222 странички всего лишь, она малышка. Тут рассказывается у девушки по имени Лиза Кэмп. Она такая буйкая, задорная, весёлая девушка, полная жизни. Живёт она спокойненько в небольшом провинциальном рабочем городке. Но тут в её жизнь, можно сказать, врывается какой-то мужчина, старший сильно по возрасту, и она очень сильно в него влюбляется, полностью отдаётся этим чувствам. Но вот беда, у него есть уже и жена, и дети, и как бы, что с этим, как быть. И если какое-то будущее у отношений Лизы и этого человека, мы узнаем из этой книжки. Собственно, вот я прочитаю и пойму, мне вообще нравится, моим или нет. Мой это автор, или же лучше на этом закончить знакомство с его книгами. Но я, конечно же, надеюсь, что мне понравится. Да, посмотрите, поближе вот такая книжка. И надеюсь, что будет интересно, и мне понравится язык Моэма. Потому что я знаю, что очень многим этот автор прям по душе, по душе. Посмотрим, как мне будет. Следующая книга из раздела классика. Это, можно сказать, беспрогнозный вариант, который точно мне понравится. Это Шерлота Бронте «Учитель». Ну, люблю я сестёр Бронте, люблю то, как они пишут. Шерлоту Бронте я читала пока что только Джейнер. Но я не спешу прям полностью проглотить все её книги, потихонечку их растягиваю. «Учитель» — это о некотором джентльмене по имени Уильям. Он молод и беден. И однажды он так уже замучился на своей конторской службе, что решил сменить ситуацию. И он устраивается в пансион для мальчика в Брюсселе, какой-то дорогой. Такой, видно, достаточно престижный. И он такой радуется. Господи, наконец-то жизнь по-новому блеснёт новыми красками. Наконец-то что-то лучше этой конторы. Но, видимо, раз Томик есть, видно, всё-таки всё там будет не супер безоблачно. Хотя стоит надеяться, что жизнь всё-таки этого молодого учителя переменится к лучшему. Там его ждёт две любви. Первая — это какой-то даме яркой, экстравагантной, старше его. И вторая — к коллеге. Да, коллеге по работе, начинающей учительнице Фрэнсис Андри. Но почему-то там у него, в этой школе, люди будут настроены против его отношений с этой его коллегой. Непонятно почему. Ну, знаем про чтение. Это, вот я уже уверена, что мне роман понравится. Кстати, очень необычно то, что тут не девушка, главная героиня, как обычно, у Бронты, у Джей Ностин, а «Мужчина». Это прямо что-то новенькое для меня. Но я думаю, что и о мужчине она тоже, что Латта Бронты написала, уверена, что шикарно. Уверена. Я прямо не сомневаюсь, у меня никаких сомнений нет, что я получу удовольствие от этого романа. Я даже вот возьму его, когда вот мне будет хотеться прочитать что-то беспроигрышное, что-то, что я точно знаю, что будет классно. И без какого-то риска, что мне не понравится, что что-то будет не то. Нет, я знаю, что мне понравится. Я уверена, что будет еще немало закладочек, какие-нибудь моментики, которые мне покажутся занятными. Да. Так что это прямо покупка, от которой стоит ждать только самого лучшего. Следующий после классики блок книг — это книжки из Фикс Прайст. Первая книга — это «Мы начинаем в конце». И на самом деле я думала брать ее, не брать, потому что я слышала такие отзывы, не слишком такие уж ободряющие. Но, не знаю, мне в обложку что-то понравилось. И в целом оценки-то неплохие, хоть некоторым людям не понравилось, но другие-то вроде бы более-менее довольны. Я подумала, что стоит дать шанс. Он написан на топ-20 лучших книг Amazon 2021 года. Лучший триллер 2020 года по версии Guardian, Daily Express. Победитель премии какой-то там. Я не знаю, что это премия, поэтому не буду прям сильно так ориентироваться на то, что тут написано. Но остальные пометки все-таки говорят о том, что многим читателям книга понравилась. Собственно, это, насколько я понимаю, триллер. Да, это триллер. Повествующий о каком-то мужчине, который стал убийцей 30 лет назад. Он отсидел срок, возвращается в городок. Но, естественно, ему там не слишком-то рады. Особенно, как я понимаю, его бывшая девушка, сестру которой он и убил. И также у него есть друг-шериф, который, как я поняла, у него какая-то вина на нем. Потому что он дал такие показания, из которых этот главный герой попал в тюрьму. То есть ощущение, что, может быть, он все-таки не убийца. Такое ощущение, судя по описанию. Потому что вроде написано, что он стал убийцей. А вроде бы что-то там нечисто. И есть еще одна героиня. Дача с Редли. Это девочка 13 лет, которая такая, видно, бунтарка. Законы писаны не для нее. Но она такая за свою семью. Она очень хочет защитить своего младшего братика. И, собственно, узнаем, к чему все это приведет. Что там будут расследовать. Потому что точно расследовать что-то будут. Расследовать ли будут вот это старое убийство, которое было 30 лет назад. Либо что-то новое там произойдет. Не знаю. Посмотрим. Следующие две книги вы видели, если вы смотрели мой влогмаз номер 3. Вот. Но если не смотрели, то вы не знаете, что они у меня есть. Поэтому расскажу о них. Во-первых, первое, это тоже триллер или детектив. Как ты умрешь? Который является первым романом из цикла Зои Бентли. Я Зои Бентли ничего не читала. Но, что ж, начиная с первого романа, все по логике. Кстати, почему-то в Фикс Прайсе там есть из основного этого цикла Зои Бентли третья книга. Не первая, не вторая, а третья. Это очень странно. Почему первых двух я там не заметила? Вот это вот. Есть вот это вот, которое прям супер-пупер предыстория. И третья в основном цикле. Почему Фикс Прайс? Почему? Непонятно. Тоже симпатичное издание. Мне вообще очень нравятся, какие у Фикс Прайса издания в мягкой обложке. По-моему, они очень симпатичные. Тут у нас такой сюжет, что в каком-то Гленмар парке завелся серийный убийца. И в помощь местному полицейскому управлению присылает вот эту Зои Бентли. Она профайлер. Да, она консультант-профайлер. И как-то она должна будет помочь разгадать тайну, разгадать, кто убийца. И, наверное, посадить его за решетку. Книжка небольшая всего лишь. Ну, такая, такая, небольшая. 340 с чем-то страниц. Думала, что почитаю быстро. Я надеюсь, что будет интересно. И последняя книжка из Фикс Прайса — это Франсуаза Бурдин «Чужой выбор». Тут о двух парах, которые живут в одном доме где-то во Франции. Я надеюсь, что там будут красивые описания французской природы. По крайней мере, обложка намекает, что должно быть что-то очень атмосферное. Что-нибудь в таком горном, горные пейзажи Франции. Что-то такое прекрасное. Вот, там есть две семейные пары. И из них три человека вообще довольны всей этой ситуацией, что они живут вместе. А один человек не очень. Но как-то покоряется судьбе. И думает, это вот парижанка Филиппина. Она вроде не особо-то нравится, что они живут все вместе. Но не хочет признаваться об этом своему мужу или парню, не знаю. И тут происходит такое, что появляется в жизни этих четырех людей муж бывший. Одной из них. И, естественно, я не знаю, почему он к ним пришел, что он вдруг заявился, что он от них хочет. Но каким-то образом он все-таки не даст им спокойно жить. И стоит ожидать то, как коннотация гласит. Счастье, значит, обитатели шале вдруг становятся таким эфемерным, но они готовы за него бороться. Как-то персонажи будут отстаивать свое семейное счастье, будут отстаивать свои чувства. Думаю, что можно ожидать в книге чего-нибудь такого интересного. Прям сильных ожиданий у меня нет, но думаю, что неплохо будет. И она тоже, кстати, небольшая, ну такая, это уже побольше, 382 странички. Следующая книга, которую мне посчастливилось найти в Читай-городе уже, это Anne of Green Gables. По-моему, на русском перевели как «Аня с зеленых крыш», или как-то так. Но я смотрела сериал «Эн с двумя Н», обожаю этот сериал, он просто потрясающий. Если вы еще не смотрели, обязательно посмотрите. Он настолько трогательный, настолько прекрасный. Один из лучших определенных сериалов, который видел в свою жизнь, о девочке по имени Эн, которая сирота. Жизнь ее очень трудная, она уже была в каких-то семьях, но там с ней обращались дурно. И однажды она попадает к брату и сестре, которые вообще-то хотели, чтобы у них... Хотели усыновить мальчика, чтобы он помогал по хозяйству, но так уж вышло, что по ошибке им прислали девочку, Эн. Сначала они недовольны, они такие «Блин, мы хотели, чтобы мальчик, чтобы у нас был помощник по хозяйству». Почему-то, чем она эта девочка, так еще и Эн, она очень необычная по характеру, она очень яркая персона, такая, все время бурно выражает свои чувства, просто всплеск каких-то эмоций постоянно. Она как ураган, она готова тебе просто сбить с ног своей энергией, вот этой вот клокочей в ней. И сначала брат и сестра, которые ее удочерили, они не понимают, как вообще все это воспринимать, но очень скоро Эн, она уже растопит их сердечко, очень скоро они ее искренне полюбят. Вот, и история нам расскажет, как они живут, что происходит в их жизни, что происходит, как Эн адаптируется к новой обстановке, как она знакомится с новыми людьми. Это, ну, надеюсь, что книга похожа на сериал, то есть сериал похож на книгу, надеюсь, что там примерно то же, что и в сериале, потому что сериал мне очень-очень-очень понравился. Я надеюсь, что и книжка произведет приятные впечатления и оставит после тебя самые теплые такие ощущения. Да, я купила на английском, там простой язык вообще понятный, издание очень симпатичное, очень красивенькое такое, миленькое. Я довольна этой покупкой, она была очень спонтанной, я просто увидела эту книгу на полке и поняла, что, конечно же, нужно ее приобрести и прочитать. У меня не было никак особо в планах читать книгу, по которой написано, в которой сняли сериал про Эн, но вот планы пополнились совершенно спонтанно, и я довольна этим планом. Думаю, что буду читать прям с большим удовольствием. И эта книга помрала на момент, когда хочется чего-то хорошего, доброго, такого, может быть, наивного. Перейдем к следующей книге. Следующий небольшой блок из двух книг, это книги от Popcorn Books. И первая книжка, она такая симпатичная, мне очень нравится и рисовка, и цвета, которые выбраны для нее, очень нравятся прямо. Это, насколько я поняла, книга вот эта «Союз волшебной штаны» не новая, она когда-то уже издавалась, но совершенно по-другому выглядели томики. И тут у девочки по имени Кармен, которая купила джинсы в комиссионном магазине, выглядели они так себе, но потом оказывается, вот, вот, очень странное свойство у них, что они подходят и ей, и еще трем ее подругам, по-моему, по-моему, да, их всего четверо девочек, и всем им эти штанишки просто идеально подходят. Хотя они все разные, но нет, это просто волшебные штаны, как и гласит нам название. Но потом, значит, какие-то ситуации будут происходить с главными героинями, это что-то очень легкое, очень позитивное, судя по отзывам. Кстати, это первая часть, вот тут написано единичка, так что не знаю, пока что еще не издали вторую и так далее в этом варианте оформления. Если издадут, если мне понравится, я куплю, но сначала надо познакомиться хотя бы с первой книгой, понять, как она вообще мне. Ну, я от нее ожидаю позитива, ожидаю от нее отсутствия какой-то сильной драмы, ожидаю от нее просто, может быть, каких-то ковидинных даже ситуаций. Посмотрим, как будет, посмотрим. Следующая книга тоже от Popcorn Books, это у нас «Поэтому птица в неволе поет». Есть два варианта оформления у этого издательства данной книги, и мне это показалось более красивым. Эта книга посвящена теме расизма, потому что главная героиня, она живет и взрослеет на юге США, где ее окружают предрассудки, ее окружает плохое отношение к ней, позирующиеся на цвет ее кожи. Я на тему расизма читала только «Хижину дяди Тома», и, кстати, это, наверное, одна из таких осознанно прочитанных книг в детстве, которые я прям очень хорошо помню, что я ее читала, и она оказала на меня достаточно сильное впечатление. Понравилась эта книга, но та книга, она все-таки намного более раньше была написана, чем эта, потому что это у нас вторая половина XX века, а «Хижина дяди Тома» — это, по-моему, еще XIX век, то есть когда написано было «Хижина дяди Тома», это вообще еще тогда рабство существовало и считалось нормой. Вот, так что все-таки это разные книги по содержанию, по поднимаемым проблемам, по временным периодам, в конце концов. Тут написано, что книга поэтичная и мощная, и я надеюсь, что она реально будет очень красиво написана. Ну, не просто я так пишу, что поэтичная, думаю, что мне будет как минимум интересно читать, а уж как, насколько интересно, это мы посмотрим, когда я все-таки ее прочитаю. Следующие две книги, они, насколько я понимаю, зимние тематики, зимние атмосферы. Это у нас первое «Как пингвины спасли Веронику», это что-то о женщине, которая думает о том, чтобы отправиться на антарктическую исследовательскую базу и, возможно, даже оставить свое наследство на помощь пингвинам. И она уже будет принимать там решение, как поступить, делать так, как она думает или нет. Очень что-то должно быть доброе, трогательное, по крайней мере, я на это рассчитываю. Буду читать прямо в ближайшее время, пока еще зима, пока еще такой снежочек лежит вовсю-повсюду, чтобы все-таки влиться именно в это настроение. Тоже небольшая книжка, ну, меньше 400 страниц и достаточно приличный шрифт такой, не супер крупный, но который хотя бы удобно будет читать. И вторая книга тоже, по-моему, должна быть примерно в том же настроении. Это вот Фредерик Бакман. Не читала ничего у него, это будет моя первая книга Бакмана. Бабушка велела кланяться и передать, что постит прощение. Я долго думала, какую брать из вариантов изданий, но вроде вот это симпатичней. Более такая какая-то атмосферная. Вроде бы тут тоже зима должна быть, по крайней мере, на это намекает обложка. И тут у нас о бабушке, которая такая супер сумасбродная, эксцентричная натура, которая делает все, что только взбредет ей в голову, и однажды она умирает и оставляет после себя письма, которые ее внучке нужно разнести к адресатам. То есть она за что-то собирается извиняться у каких-то людей. И видно, судя по отзывам, все это будет настолько трогательно, что любое сердце дрогнет, когда прочитает эту книгу. Кстати, даже мой папа тоже читал ее, ему понравилось. Так что просто книга, которую рекомендуют все. Вот я еще не слышала ни одного негативного... А, нет, я видела какой-то один негативный отзыв на лабиринте. Но это очень редкий отзыв. Большинство, по-моему, в восторге от этой книжки. Надеюсь, что я буду. Вот у меня прям... Я большие ожидания возлагаю на эту книгу. Что она мне понравится, что она будет прям пробирающей насос. Я думаю, что я буду на ней плакать. Но посмотрим, как будет на самом деле. Так, у меня вот стопочка тоже образовывается. Следующая книга, она последняя. Это из разряда спонтанные покупки. Бессион. Очень красивое издание. Очень небольшая книжка, всего лишь 313 страниц. Страниц. 300... Нет. Сейчас скажу. 316 страниц. У Стефана Висконси. Это реально существовавшая личность. Но тут будут фантазии на тему Стефана Висконси. Тут будет, мол, о нем ходят какие-то ужасные слухи, что он жестокий, ужасный человек. А Диана... Вынуждена стать его женой. Она вообще-то хочет сбежать. Но, походу, она узнает его с какой-то другой стороны. И постепенно она поймет, что он... Может, и не так плохо. Может быть, эти слухи ужасные о нем не являются правдой. Это вроде как отечественный автор, но... По имени не скажешь, потому что, видимо, это псевдоним Анна Шерри. И знаю, что у нее очень много книг есть, и люди, многие от нее в восторге. Но они не на такую, не на псевдоисторическую тематику вроде бы. Ну, поправьте мне, если я не права. Очень симпатичное издание. Просто тут, смотрите, карта, красота. Просто красота. Нет, это прекрасно просто. И когда я покупала, я заказывала по лабиринтам. На лабиринте я еще не знала, что оно настолько симпатичное. То есть я видела обложку, но чтобы настолько красивое издание, я и не предполагала. Так что это был для меня приятный сюрприз, когда она пришла. Прелесть. Вот от этой книги я мало чего ожидаю. Не знаю, понравится мне или нет. Это, говорю, это спонтанная очень покупка. Но думаю, что раз люди и многие от нее в восторге, то почему бы и мне не быть в восторге? Все-таки шанс есть, что мне очень понравится. Посмотрим. А на этом все. Спасибо за просмотр. Удачного вам отдыха, удачного вам чтения и просто удачной жизни. Приятного времяпровождения, чем бы вы ни занимались.